Блаженны кроткие. И мы видим, что вот эта истина, которую провозгласил Иисус, встречается уже в жизни, в жизни Авраама. Мы видим, как Авраам, который имел полное право схватить самую лучшую часть. Он старший, он главный. Это не он с Лотом пошел, это Лот с ним пошел. Это не он стал благословенным из-за Лота. Это Лот стал благословенным из-за Авраама. У него было все право первым сделать выбор. Но он кротко отдает это право, Лотом. Вы знаете, у нас как-то с Дианой был такой в жизни пример, когда мы в 1996 году вместе поехали в тур в Израиль, вместе со служителями мы были там, и там как раз было празднование трехтысячелетий Иерусалиму. Большой праздник, там концерты было, и много христиан съехалось, много было служителей. И мы тоже там были. Те из вас, кто когда-то был в этих турах по Святой Земле, вы знаете, что там, когда приезжает группа, если тур большой, там такие большие автобусы, все садятся и вот на этих автобусах путешествуют по Галилее, по Иудее, там по пустыне иудейской, вот к Мертвому морю ездят. И поэтому там во многом этот автобус, это второй дом в Израиле, потому что там чуть ли не большую часть времени проводишь в автобусе, смотришь в окошке, вот все. И я помню, мы приехали, вот была команда служителей из России, разных вот, мы приехали, вот и подъехал автобус, и все знают, что там, какое место ты в автобусе займешь, то место, оно как бы за тобой и остается до, как бы, конца этого израильского тура. Поэтому, а у нас же в стране, ну, всегда, ну, хотя, конечно, мы крещены были, вся наша Русь была крещена в 988 году, уже сколько лет назад? Больше тысячи, да? Ну, как-то так вот, вся жизнь в России показывает, что тут с кротостью важно не переборщить, потому что иначе, и у нас все всегда как бы с боем дается, ну, с боем как-то вот, вот с боем у нас, и в автобус мы с боем входим, вот еще, сейчас детям, конечно, рассказываешь, но я помню, когда вот еще мы штурмовали автобусы, как я, мы жили на Визе, там шел автобус, я знаю, что если я в него не сяду, то я опознаю в школу, и там и толпа людей, и всем. Ну, как тут кротким быть? Ну, как? И вот этот характер у нас бойцовский остается, и вот когда подъехал в аэропорту Бен-Гурион автобус, вот, то служители просто там сгрудились, и видно, что сейчас будут штурмом брать. А там же, вы сами понимаете, в автобусе же есть разные места, есть места у больших окошек, места там по бокам, где хорошо видно, а есть места, где плохо видно, вы сами знаете, да, совсем плохо. А есть места, где вообще ничего не видно, вот. И учитывая, что столько денег заплачено, то, естественно, все хотели занять места получше. И все ломанулись в этот автобус, служители просто взяли штурмом, и в дверь все залазили разом. Вот. И я видел, когда стою, смотрю, стою на это, вижу, что моя супруга уже понемножку начинает нервничать, она как бы поняла, что, ну, мы туда, первыми точно не попадем, и даже вторыми не попадем. Вот. И она говорила, слушай, слушай, ну, там же сейчас все хорошие места займут, и она говорила, какие хорошие места займут. И я не то, чтобы не хотел хорошее место занять, нет. Вот. Ну, я говорю, Диана, знаешь, я вот такой ценой за хорошие места не буду тут сражаться. Она говорит, ну, мы столько денег заплатили, столько денег заплатили, сейчас сядем, ничего не увидим. Я говорю, ну, ничего, зато мне не стыдно будет, что я тут залазил через головы всех. Ну, в итоге, конечно, зашли мы в автобус последними, зашли мы в автобус последними, когда уже все места были заняты спереди и по бокам, и даже сзади по бокам, и осталось только два последних места в центре на самом последнем ряду. То есть, когда ты сидишь уже в центре, спереди ничего не видно, и по бокам людей ничего не видно, ты сидишь просто в центре. Мы сели, не скажу, что радостные, но, по крайней мере, мне стыдно не было за то, как я заходил в автобус, Диана немного переживала там, ну, что, ну, я ее успокаивал, говорю, да ничего, говорю, ну, ничего, выйдем из автобуса, все увидим. Ну, вот, утешал ее. Вот. А, как бы, лидером, капитаном автобуса, который вел тур, был, думаю, всем многим известный служитель, Кавр Густав Северин из Швеции, это все такой человек полной радости, полной позитива, вот, потому что он евангелист, и, сами понимаете, евангелисту без позитива не выжить. Вот. Он вот такой энергичный, он зашел в автобус, и такой радостный, говорит, слава Богу, у нас будет прекрасное время, удивительная неделя, побываем на потрясающих местах, переживем Божье присутствие, вот, вот. Вот. И, говорит, Игорь, но, говорит, единственное, что, говорит, я, говорит, вам буду, ну, на каждом месте какое-то слово, говорит, но нам нужен кто-то, кто бы ввел нас в Божье присутствие, в хвалу и в поклонение, чтобы кто-то пел, славил Господа и ввел всех, всех нас, вот. Вот. И когда мы будем в автобусе ехать, и когда мы будем на разных местах путешествовать, поэтому он говорит, я хочу спросить, кто из вас, ну, поет и в прославлении, и готов славить Господа, и быть лидером прославления во время нашего, во время нашего тура, вот. А там, в основном, все были служители, то есть там певцов не было, и группы прославления не было, только были проповедники, а когда проповедники поют, то их чаще всего можно слушать только в душе, потому что так очень трудно слушать их. И все так немножко в окошко отвернулись, и видно было, что как-то вот там, ну, нету таких особо желающих. И тут Карл Густав прямо по проходу увидел, что мы с Дианой сидим. И он говорит, так здесь же с нами Виктор с Дианой, Диана же у нас певица, она нас будет вести в хвалу. И поэтому, говорит, Диана, говорит, я прошу, поскольку ты будешь в виси прославления, должны сесть вперед на самое переднее место, говорит. Потому что здесь у нас как раз от автобуса микрофон, ты будешь петь, и мы все будем, все будем подхватывать. Вот, поэтому, давай, Диана, говорит, проходите вперед, и вот твое место будет, будет здесь. И, говорит, мужа, бери своего Виктора тоже, вот, потому что муж и жена, одна плоть должны вместе сидеть. Я еще сказал, Карл Густав, ну, пускай, может, там, Диана, потому что, когда люди, которые сидели спереди, а это были самые чемпионы, чемпионы Суперлиги, которые сидели перед самым большим стеклом, вот, понимаешь, которые все видели, которые, ну, ну, они постарались, понимаете, за это место, они постарались, да. Когда я видел, что они встали, чтобы идти на наши места, благословенные в последнем ряду по центру, вот, то есть, они, они-то, ну. Я посмотрел на их лица, я сказал, Карл Густав, может, Диана одна там посидит? То, что я понял, что сделал так Карл Густав, а обидится-то на меня, вот, вот. Но Карл Густав говорит, нет, Виктор, ни в коем случае, вы же одна плоть, одна плоть должна вместе сидеть. И когда мы взяли наши вещи и пошли с заднего ряда на передний ряд, и я видел лица людей, которые шли наоборот, с переднего ряда на наш ряд, я сразу вспомнил место Писания, и первые будут последние, а последние первыми, да. Видно, как Слово Божие просто исполнялось, исполнялось на наши, на наши глаза. Я к чему это говорю? Потому что, ну, такой пример, но Иисус не шутил, и Он не просто хотел утешить, когда говорил, кроткие, наследуют землю. Блаженны кроткие. Когда мы не пытаемся урвать первыми, когда мы не пытаемся жить вот по этой мудрости, будь наглым, рви, иначе о тебе забудут. Когда мы не лезем вперед, я верю, Божье благословение, оно никогда не уйдет от нас. Божье благословение, иначе о соответствии с высшим Glasix.